В эфире служба новостей Саров 24 в студии Екатерина Апенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Платим налоги, строим будущее. 2 декабря – последний день уплаты налогов. Учитель – это не профессия, а призвание. Саровских педагогов поздравили с праздником. Вкуснофест в Сарове прошел первый гастрономический фестиваль. Далее расскажем обо всем подробно. Налоги на имущество физических лиц за 2018 год необходимо оплатить до 2 декабря. Уведомления направляют горожанам заказным письмом по почте, либо размещают в личном кабинете налогоплательщика. Об основных изменениях в системе налогообложения, о том, кто может воспользоваться льготами при уплате налога, расскажем далее. Налоговые уведомления по почте не придут, если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей. Также уведомления не получат те, кто зарегистрирован в личном кабинете налогоплательщика. Все необходимые документы можно будет найти там. И те, кто имеет льготы в районе 100%. Например, пенсионер имеет в собственности одну квартиру и земельный участок в размере 6 соток. Льгота предоставляется в полном объеме и в данном случае налоговые уведомления мы не направляем. В этом году изменена форма налогового уведомления. Отдельного платежного документа или привычной квитанции больше нет. В форме уведомления указаны только реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему России, индификатор и QR-код. Также в налоговом уведомлении не прописываются те объекты, по которым сумма налога равна нулю. Это связано с тем, что некоторые налогоплательщики имеют льготы в размере 100%. Например, льгота предоставляется пенсионерам, многодетным семьям. Полный перечень категории граждан, которые имеют льготы, можно найти на сайте Федеральной налоговой службы. Сотрудники ведомства обращают внимание, что льготы представляют по заявке. Кроме того, если стоимость имущества менее 100 тысяч, на него устанавливают ставку в размере 100%. У нас основная часть таких объектов приходится на вид собственности гаражи. То есть кадастровая стоимость гаражей, которая расположена в городе Сарове, составляет менее 100%. Естественно, на такие объекты налог начислен не будет. И налогоплательщики данные объекты не увидят в налоговых уведомлениях. Они не отображаются. 25 октября налоговая инспекция проведет день открытых дверей. С 9 до 20 часов налогоплательщики могут обратиться за консультацией по поводу уплаты налогов и получить налоговые уведомления. Срок уплаты налогов – 2 декабря. После этого за каждый день просрочки будут начислять пени. И этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Хороните деньги в заберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть, советовал герой в известном советском кинофильме. Но Саровчанка не доверяла банкам, поэтому решила уберечь деньги от гражи на работе. 300 тысяч рублей она положила в сейф в кабинете, а ключ оставила в замке. И с незакрытого хранилища деньги исчезли. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Минус 7 тысяч рублей из семейного бюджета. Вновь горожане попались на уловки преступников и, не проверив достоверность информации, перевели деньги незнакомым людям. Саровчанка решила помочь своей сестре, которая живет в другом городе. Но средства отправил не родственнице, а мошенникам. Данной сестры взломали социальную сеть ВКонтакте, где началась рассылка о том, что ей требуются срочно денежные средства. Отзывчивость вышла боком и другому саровчанину. Он откликнулся на просьбу совершенно незнакомого человека и лишился сотового телефона. Незнакомец вышел из увеселительного заведения на улицу позвонить и больше не возвращался. Ситуация была в том, что данный гражданин ЖИПа просила позвонить телефон. С добрых побуждений данный гражданин, потерпевший, отдал сотовый телефон. Злоумышленники сначала сняли видеорегистратор, а потом решили завести отечественную шестерку и покататься по городу. Пропажу своего автомобиля владелец обнаружил рано утром и тут же сообщил дежурную часть полиции. Преступников долго искать не пришлось. На их пути встала опора уличного освещения. Данные угонщики, угнав автомобиль, врезались в фонарный столб, где были задержаны сотрудниками ГИБДД. По факту угона автомобиля и кража имущества возбуждено уголовное дело. Проводится проверка. Саровчане могут анонимно сообщить о фактах оборота наркотиков, правонарушениях и преступлениях в этой сфере. Обращение принимают в прокуратуре города по телефону 7-56-36. Также можно позвонить в полицию по номеру 60504. Ящики для анонимных сообщений находятся на проходных 21-й площадке 1-го и 3-го завода 87-го здания в вестибюле поликлиники номер 1 и детской поликлиники. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Клиническая больница номер 50 приглашает горожан на диспансеризацию. Ее можно пройти в поликлинике номер 1 ежедневно с 7.30 до 15.30, в четверг с 7.30 до 19.00, в субботу с 8.00 до часа. Предварительная запись открыта на сайте КБ номер 50 в разделе «Диспансеризация взрослого населения». В регистратуре поликлиники номер 1 или по телефону 9-55-12. При себе необходимо иметь медицинский полис и паспорт. Рабочие граждане имеют право на освобождение от работы на один рабочий день. Лица предпенсионного возраста на два рабочих дня с сохранением среднего заработка. Подробности на сайте КБ номер 50. Сбор помощи для животных приемника пройдет четверг 10 октября на площади перед памятником Ленину. Начало в 19.00. Принести можно сухой корм, педигри, моющие средства, мясную обрезь, одноразовые перчатки, шприцы инсулиновые, медицинские ветеринарные препараты, попоны для кошек, древесный наполнитель. Пожертвования можно приносить сразу в приемник на Зерново 24А. Уроженец Сарова Михаил Заломин завоевал очередное золото на финале Кубка мира по прыжкам на батуте. Он занял первое место на двойном мини-трампе с отрывом от второго места в 4 очка. Всего за 6 октября команда нашей страны завоевала 4 медали, 3 из которых высшие пробы, сообщает Федерация прыжков на батуте России. В Сарове прошел праздник, посвященный Дню Учителя. На торжественный вечер пригласили не только тех, кто преподает в школе. Теплые слова и пожелания в свой адрес услышали педагоги дополнительного образования детского сада. Учителей поздравили представители Думы, администрации и ядерного центра. Они не просто передают свои знания, а воспитывают и раскрывают личность каждого ребенка. В преддверии профессионального праздника педагоги принимали цветы и слова благодарности за свой нелегкий труд. Со сцены учителей поздравили первые лица города. Низко вам кланяюсь за ту работу, которую вы делаете каждый день, за те усилия, которые вы вкладываете в своих детей, за те силы и терпения, которые вы прилагаете для того, чтобы справиться иногда с нашими любимыми родителями. Виновникам торжества вручили грамоты от администрации города, департамента образования, благодарственные письма и подарки от ядерного центра. Наградили не только учителей, но и директоров школ, их заместителей, педагогов дополнительного образования и воспитателей. Профессия учителя – это самая важная профессия, потому что с первого класса, когда ребенок еще не очень опытный и не может не особо читать, писать, он приходит к учителю. В детском садике оказывают основные навыки, показывают и рассказывают, а учителя – они самые наставники, которые ведут ребенка на протяжении 11 лет. Юлия Куликова работает учителем истории и общества знания в 13-й школе около 7 лет. За успехи в обучении детей педагогу вручили почетную грамоту от департамента образования. По ее словам, награда стала настоящим сюрпризом. Однако лучшая благодарность – это достижение учеников. Наверное, самый сложный год работы – это первый. Там действительно, я не знаю, мне кажется, ни одного педагога, который вот бы молча, стойчески, героически одержался первый год и не было желания, наверное, уволиться. Но, тем не менее, когда пролетает первый год, такое ощущение, что ты живешь своей работой, и это прекрасно. После церемонии награждения приступили к праздничному концерту. Коллективы образовательных учреждений порадовали зрителей вокальными и танцевальными номерами. Самый вкусный фестиваль прошел в нашем городе на новой набережной реки Сатис. Гости праздника познакомились с продукцией саровских производителей, попробовали блюда из кафе и ресторанов нашего города, поучаствовали в мастер-классах и различных конкурсах. Подробности в следующем репортаже. Невероятные запахи жареного мяса, кофе и аппетитных булочек витают на гастрономическом фестивале «Вкусно-фест». Здесь любой желающий может продегустировать понравившиеся блюда и насладиться приятной музыкой на свежем воздухе. Пельмени, шашлык, бургеры и роллы, долма и пирожки – все это готовили 14 участников «Вкусно-феста» прямо на глазах саровчан. Гастрономический фестиваль в нашем городе организовали впервые. Инициативу Ассоциации промышленников и предпринимателей поддержали бизнесмены из Сарова, Нижнего Новгорода, Дивеева и Ешкаралы. Предприниматели – это большая сила. И если нужно, в любой момент они могут объединиться и доказать, что они лучшие. Первый раз такое мероприятие нам было очень сложно придумать, организовать и собрать здесь на площадке. Ассоциация промышленников и предпринимателей объединяет вокруг себя и промышленные предприятия, и малый бизнес, который когда-нибудь станет крупным бизнесом. Василий Дмитриев вместе со своей командой приехал из Нижнего Новгорода. Он руководит крафтовой сыроварней «Сырные ясли». Начиналось все с простого увлечения, которое за три года переросло в успешный бизнес. Мы делаем сыр из натуральных ингредиентов. Это молоко от коровшвейской породы. То есть это очень высокого качества молоко. Плюс натуральные ферменты и закваски. Никакой химии при производстве сыров мы не используем. Также у нас есть камера с возревания для сыров, где мы проводим афинаш так называемый. Все сыры, которые сегодня здесь представлены, это сыры выдержанные, выдержкой от трех месяцев до года. Также мы сюда привезли молодые сыры. В рамках фестиваля в кулинарной битве сразились чиновники, предприниматели и молодежь. Команды пекли блины с начинками из фруктов и морепродуктов. Жюри попробовала блюда всех конкурсантов. Лучшей стала команда студентов, которая приготовила американский завтрак в «Испоминания о лете». На фестивале гости могли продегустировать и приобрести еду, прогуляться по живописной набережной, которую в этом году построила компания «Саров Инвест», станцевать зумбу, сняться на фоне осенних фотозон, поучаствовать в розыгрышах призов и послушать живую музыку. Ярким финальным аккордом стала экстремальная флайт-борд-шоу. Артисты буквально летали над водой и исполняли трюки в светодиодных костюмах. Завершился вечер праздничным фейерверком. Начало нового сезона, прошедшие предстоящие гастроли, обсудил коллектив Саровского драматического театра с главой администрации Алексеем Голубевым. Также актеры и режиссер представили проекты, которые они хотят реализовать на сцене. Подробности далее. Введение обязательных культурных походов для школьников – одна из тем, которые обсудили коллектив театра, глава администрации Алексей Голубев и директор Департамента культуры и искусства Елена Рогожникова. Режиссер Антон Неробов предложил запустить в Сарове программу «Культурный норматив», которая действует в 11 городах России. В театре ставят спектакли на основе школьной программы средних и старших классов, а Министерство образования помогает организовывать и материально поддерживать культурные походы подростков. Большая часть аудитории школьников не охвачена театром. Что это такое норматив? Каждого школьника обяжут 4-5 раз в год посещать театр, посещать определенное количество музыкальных концертов, джазов, симфонических балетов, определенное количество посещений галерей и музеев. На это и выделяются деньги в школах. Еще одну идею озвучил Александр Баханович. Несколько лет он думает над тем, чтобы поставить в театре пьесу о жизни сотрудников ядерного центра. На творческой встрече артисты поделились впечатлениями от поездки в Йошкар-Алу, где саровчане показали 4 спектакля. За пределы города коллектив драмтеатра не выезжал 8 лет, поэтому поездка в рамках федеральной программы «Большие гастроли» позволила попробовать свои силы вне родных стен. Неизвестная площадка. Она сделана была под оперных певцов, под балетную труппу. Конечно же, она шире, больше, звук совершенно другой. Но благодаря звуковикам в театре, монтировщикам, быстро все это помогли нам понять, быстро помогли нам осознать. Гастроли в Йошкар-Але стали своеобразной репетицией перед следующей поездкой. 29 октября саровская труппа выступит со спектаклем «Алиса» на сцене Московского губернского театра в рамках Международного Большого детского фестиваля театральных постановок. В роли жюри выступят юные зрители. К концу ноября саровчан ждет премьеры спектакля «Доходное место» по пьесе Островского. Призеры чемпионатов российского и международного уровня провели мастер-классы по настольному теннису для горожан в спорткомплексе в НЕФ. В рамках открытого городского турнира «Саровская ракетка» они поделились знаниями и опытом со всеми желающими. Подробности в следующем репортаже. Не упустить шанса скрестить ракетки с чемпионами и призерами. Посмотреть на их технику игры, перенять приемы. Мечта любого начинающего спортсмена – встретиться со своими кумирами, теми, кто побывал на вершине спортивного Олимпа. У Владимира Новикова в этот вечер сбылось заветное желание взять у руки игры в настольный теннис у чемпионов. На них очень интересно посмотреть, посмотреть на их технику. Это вообще, это очень надо такие моменты, нужно точно присмотреть, не пропускать. Настольным теннисом Владимир Новиков увлекся пять лет назад. Юноша постоянно участвует в различных соревнованиях, повышает свое мастерство. Он считает, что настольный теннис по своей тактике сродни интеллектуальным играм. В свои действия спортсмен должен рассчитывать на несколько ходов вперед. Надо очень быстро соображать и реагировать, продумывать свою игру, конечно. С любым соперником. Надо тренироваться и не сдаваться, до конца играть в любой ситуации. Праздник настольного тенниса с чемпионами впервые прошел в рамках ежегодного открытого городского турнира «Саровская ракетка». Приглашение дать мастер-классы для островчан приняли призеры российских и международных чемпионатов по настольному теннису. Андрей Мазунов, Андрей Лапшин, Артемий Гончаров и Ирина Земскова. Для саровских спортсменов это отличная возможность повысить свой уровень игры. Как раз перед соревнованиями, чтобы ребята, и дети, и взрослые, и любители, и профессионалы в нашем городе, теннисисты, посмотрели технику, поиграли с мастерами. Задача такая, чтобы в нашем городе популяция настольного тенниса продолжалась, не падала, все играли в настольный теннис. Гости отметили, что уровень игры саровских спортсменов достаточно высокий, и мяч они держат хорошо. У ребят есть потенциал, который нужно развивать. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Вейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!